Товарищи! Это конец. Это то, что я сказал. Я вспомнил это с удивительной внимательностью. Это 25 декабря 1991. Я был 33 лет, и что-то умерло внутри меня. Главное идея после христианства, я думал. Социализма. Мир. Наталья как мечта о братом и правительстве. Утопия. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Встреча в себе суперпорта, которую никто не мог бы ни уничтожить, а вовсе. Я еще не могу это верить. 20 лет назад я видел мою социализму, живу в своем мечте. Но когда я бежу, не вспомнил. Это мертвый и мертвая. Готово. И ничего не было. Субтитры создавал DimaTorzok In your time still, dissidents were tortured in psychiatric hospitals. People shot while escaping from their workers' paradise. And a whole nation lied to about the disaster of Chernobyl. You were not around very much in the 80s when I was growing up. You said you couldn't stay with us in the West as you wanted to give socialism back home a chance. You thought that the Soviet Union would last forever. Now I want to know, how come this empire, the biggest in world history, with all its satellite nations, all its armies and security services, collapsed like a house of cards? Why? And how it happened? Most people I know are left-wing. But back in 1989, people broke with real existing socialism. Could it be that people were just against the socialism maintained by the communist big brother, the USSR? But in the USSR, communism was not an import. So did Soviet socialism, Gorbachev socialism, no longer burdened by unwilling satellites, still have a chance after 1989? It was the time of intense public debate. Freedom of thought had become the norm. And plenty of people still saw Gorbachev as a reformer and a democrat. But the battle for democracy was far from won. We, in Leningrad, held regular rallies against the constitutional monopoly of communist power, which were regularly dispersed by the police. Waves of demonstrations were rolling across the whole country. We thought that there must be a national support leader of revolution. Gorbachev. ¡Rabota! 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 Продолжение следует... Чего больше всего добивался всю свою жизнь, ну, до сих пор, можно сказать, Горбачёв. Юрий Афанасьев, a prominent historian. Свою жизнь страстно боролся за то, чтобы эти вот три коровы святых сохранить, вдохнуть в них жизнь, да? А они все сдохли. Причем то, что они сдохли, это вину за это приписывают ему же, этому Горбачёву. В начале 1990 года, Литвуя прекращает independence. Азербайджан и Таджикистан are on fire. В January, анти-арменян погромы erupt в Азери капсула, Баку. Азербайджан 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 Но и даже с таких проблемами и коммунистическая идеология в мафе и немецкой ЕС, немецкая Горбачёв, он выглядит определенно, заб evolution, чем можно избавить от этого коммунистского обмена. Эта вопрос, который он отçал, на то, что он относил немецкая. Важно, это, кстати, что Михаил Горбачёв говорили о войной вопросе. Воронене горбачёв, который был в Европе новая реализация, и к этой реальности были две страны. Единственное форсируется в стране в стране в стране и может быть в стране в стране в стране, и поэтому не может быть в интересе двух стран стран. Время, это было в Мальтер, это не было в Малтере, но это не было с Михаилом Горбатчевом. Горбатчев говорит, что Советъю идет за ДДР и будет с помощью всех их возможностей для продолжения существования в ДДР. Идя Совет-Унинг, как Сигер-Маркет, не будет наступать. Я видел этот прогноз в рефлексе с Горбачевом, когда я в Москве в 4. Деземне в Москве, в котором он покажет, что в ДДР является связанной и связанной. Я желаю, что я не могу, как Горбатчев, с одной стороны, что Горбатчев, с одной стороны, что они должны решить, как они с другой стороны. И это было около 3-4 года, с которой мы идем. И эта Совет-Унион интересовалась, эта Фаза так издевает, чтобы появится баланс, и продолжая баланс. Потому что я тоже был в связи с 21. Деземня 1989 с Дораном в Берлин. Дораном была также уверена, что объединяется время. Вопросы, которые я встретил, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мы приехали домой, и ваша Эдита-Армейна была одна из которых уничтожила война, а не одна победа-армейна, которая пришла в войну. Один по одной, были первые соединенные 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 военные. В 1990, в начале соединенные 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 соединения соединенные 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 со Воскресенье Пакета существует и не только университет СССР от Европы, но и университет СССР, университет СССР и университет СССР. Воскресенье Пакета существует в 19.12.1990, в СССР, университет СССР, университет СССР, университет СССР, и будет осозн 볼imm VA декабрь совет. Это демократно четвер crowдят sich с военными, а возможно то кое-муниверситет СССР. Это во ст brilliantly декабрь страны от Европейского народа Asens. Мы у нас, белому только к频енду, и domin腰 развлекается невероятно страна, На behalf of the Soviet people, Foreign Minister Shevardnadze, supporter of Gorbachev's reforms, salutes the undoing of the main geopolitical consequence of the Second World War, the division of Germany. It's a victory. Germany's victory. So what did it mean to you, a citizen of a country, so proud of the victory over Germany? A lot of people in Russia today will agree that Gorbachev betrayed Soviet interests. Giving up the main World War II trophy, letting Germany unite under Western dominance, in retrospect, seems shocking to the Russians. Not even Germans were unanimous about it. Could Gorbachev have at least kept Germany neutral in military terms? Well, I remember those days and the pressure Gorbachev was under. It's his policies of Glasnost that were driving home the terrible truths about communism. Alone, the Hitler-Stalin conspiracy was enough to discredit the Soviets' right to dictate modern Germany's fate. The Soviet Union was exhausted economically, but even more was it depleted morally to argue with the West. The Soviet Union was in the United States. Gorbachev Gorbachev так увлекся прекрасными идеями гласности, демократизации, нового мышления, что ему казалось, что эти слова сами изменяют мир. Геннадий Бурбулис, the chief of staff of Boris Yeltsin. Вот Yeltsin в этом плане абсолютная противоположность, потому что для него реальным источником изменения мира является действие, практическое действие. Yeltsin оказался тем историческим и политическим деятелем, который взял на себя ответственность за эту практическую работу. Я твердо обещаю вам не жалеть ни здоровья, ни времени, столько, сколько понадобится для того, чтобы нам выйти из этого кризисного состояния и все-таки повести Россию к лучшим временам. Я на съезде поведу наступательную политику и конструктивную, это самое главное. Не надо столкнуть этот ржавый большой маховик, его надо повернуть, повернуть немножко. Он бы пошел потом как большой медведь, он бы потом сам пошел. Он как бы сам стал эту ржавчину, которая у него на зубьях, он бы своей силой стал ее чистить. Понимаете? Но надо было вот эту дать первоначальную, так сказать, инертуру. Кто хочет нам подсунуть, что он владеет искусством, в один раз все решит сразу. И что, если бы он был у власти, уже бы страна процветала, а сейчас хотят этот рецепт России подсунуть, так сказать, стране не удалось тут хотят подсунуть. Я вам прямо скажу, это политические мошенники. It wasn't difficult to see whom Gorbachev meant by political свинслers in the Russian Republic. За хорошего человека. За Ельцин. Ельцин was attaining his goal of power through elections, becoming the president of the Russian Republic, formerly just one of the 15, though by far the biggest one. Above the president of the Russian Republic, there was only Gorbachev, the president of the whole union. The union's president legitimacy, however, was based on ideology, not democratic elections, the ideology of communism. Eльцин, I don't understand him. Why he so hard and critical? Why he cried so? I don't want to communists. Communists need to die. Communists also people. What about Yeltsin, he hated communism, but he tried to become the first. But he saw that without destroying joint structures, you can't achieve this. If there are no joint structures, there are Gorbachev. Often accused of betraying the empire, Gorbachev in reality was passionately trying to save it, from Yeltsin, among others. In his passionate defense of the Union, Gorbachev seemed to be prepared to go far, very far indeed. For example, in Lithuania, which was the first Union Republic to declare full independence. to Liesl to Liesl to Gorbachev не сумел понять, что на самом деле происходило уже в стране. Когда Gorbachev поощряет десантников, управляющихся в Прибалтику, в Вильнюсе, в Ригу, вооруженным образом противодействовать выступлениям январским в Вильнюсе, это человек, который утратил способность реально и ответственно понимать и относиться к событиям в родной стране. Мне сложно поверить, как вот части той, так сказать, государственной машины, которая функционировала, что Gorbachev был не в курсе литовских событий. General Алексей Кандауров was a Korea KGB officer from 1974 until 1991. Мне один из руководителей тогдашнего комитета говорил, что Gorbachev давал ему команду проработать вопрос о спецмероприятиях в Прибалтике и в частности в Литве. Он говорит, нет проблем, Михаил Сергеевич, только письменное, указание мне. И все, никаких писанных указаний не поступило. Он был отправлен в отставку через некоторое время, а потом через какое-то время произошло, произошли вот эти вот события в Литве. Lithuanian президент Лансбергис pleaded with Gorbachev staff. национально похоронили и убил отставку гряда и обещали ему сейчас это передать. Он не остановил акцию, значит, он убийца. Продолжение следует... ...the Soviet Union lived on. Despite political changes, there was still something called a Soviet nation... ...where different peoples shared the same homo-sovieticus habit. On March 17, 1991, 185 million Soviet grown-up citizens... ...were asked whether they wanted to live in a reformed union. Продолжение. Только единственным можно будет победить и добиться успеха. Поэтому я считаю только да. А сегодняшний рефрендум – это же верный путь к тому, чтобы республики никогда не получили самостоятельности. Поэтому я туда просто не ходил. Как вы ответили на вопрос в билюсе, не да или нет? О, вор. Против. Ну, я полагаю, что для меня это просто вопрос чисто нравственный. Иначе говоря, я должна, как бы, высказать свое отношение к позиции, скажем, грузин и прибалтов, которые хотят получить уринитет. Долгую лакарусть дать им такую возможность. Да? Да. Я считаю, что каждая республика сама должна определяться. В день этого рефрендума, вопреки всем запретам, мы стояли под статую Юрия Долгорукова напротив нынешней мэрии с плакатами, призывая людей не участвовать в этом рефрендуме. Валерия Новодворская. A prominent human rights activist. Потому что рефрендум был абсолютно нередитимен. Нельзя спрашивать, сохранять ли империю у жителей метрополии и колоний. Метрополия не имеет права решать этот вопрос. Рефрендумы должны проводиться на территории колоний об уходе, но никак не на территории метрополии. Хотите ли вы жить в улучшенной империи, где будут соблюдаться права человека? А вот они не захотели. Рефрендумы. 26% of the votes were for the preservation of the Union, albeit in a looser form. But politically, the new, looser Union Treaty was a compromise between Gorbachev, who wanted to keep the Union, and Yeltsin, who wanted to weaken, if not to destroy it. The new Union was too loose for the Conservatives. They were bent on keeping the old one. And then Shevardnadze, the legendary minister who sealed the reunification of Germany, shocked the country by warning of an imminent coup d'etat. This will be my protest, if you want, if you want. This will be my protest against the coup d'etat. The new elections were too low. So this is what you asked M.G., in this case, in terms of the way, what he did, and not余�ahs to us with President, I personally regard. I, as President, don't hold any information, Горбачев не только Геннадий Иванович, 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 Генн Субтитры создавал DimaTorzok Он был подготовлен и парафирован нами 20 августа, а 19 августа утром в 6 часов Лебединое озеро и в недоумении вся страна. Субтитры создавал DimaTorzok That's been our tragic comic tradition. A national emergency would be covered not by news, but a ballet classic. Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? Я позволил бы не согласиться с вами, поскольку мы опираемся на конституционные нормы. Абсолютно все юридические и, так сказать, конституционные нормы были соблюдены. Я в этот день проснулась от того, что папа закричал в стране военный переворот. Анна Баскакова defended the Russian Parliament during the coup d'état. Я услышала по радио это заявление ГКЧП, его передавали, по-моему, чуть ли не каждый час в новостях. Оно было очень глупое, очень наглое, оно меня возмутило. У меня в этот день была куча дел, у меня было назначено свидание. И я помню, что я поехала на свидание на трамвай и надолго опоздала, потому что трамвай встал перед Ленинским проспектом, а по нему ехали танки. Когда мы с молодым человеком вернулись ко мне домой, мы включили радио, там услышали радио «Россия». Это была единственная независимая радиостанция. Они призывали к тому, чтобы мы шли защищать Белый дом, и мы пошли с чистого интереса посмотреть, как это будет, как там собираются люди. И вот так я оказалась среди защитников Белого дома для себя очень неожиданно. The White House was the place where Yeltsin, the president of Russia, was holding out. Мы считали, что если возьмут Белый дом, последний оплот нашей демократии, и тогда Горбачев, который находится в Фаросе, уже не сможет вернуться обратно, и демократия в России придет по ним. Михаил Сергеевич Горбачев находится сейчас на отдыхе и лечении в Крыму. Действительно, за эти годы он очень устал, и требуется какое-то время для того, чтобы он поправил свое здоровье. Так что Горбачев находится в Фаросе, Крымея, по Кур-лидер, Янаев. Но Янаев является Горбачев's протеже и vice-президент. Президент СССР взял на себя исполнение этих обязанностей, президент СССР. И это Ельцин, демократически выбранный президент Русской Республики, который появляется как настоящий лидер для резистанции против Крым. Какие разогреты Ельцин может быть с Горбачев, Горбачев сейчас преследует преследователь, и он должен быть свободен. Он отрезан полностью, все средства связи отрезаны. Только может он по приемнику принимать ваши зарубежные каналы. И только через средства западные, через ваши средства, которые там в Фаросе он ловит, понимаете, можно обратиться, что мы хотим связи с ним. Приходят помощники и говорят, Борис Николаевич, там некоторые танкисты вылезают из танка и общаются с людьми. Сразу встрепенулся, как общаются с людьми. Ну вот так, о чем-то там разговаривают. Я иду туда. Борис Николаевич, этого невозможно. Мы не знаем, какие на крышах стрелки. Мы не можем так рассказать? Нет, все, я иду туда, давайте обращение. Подходим, он начинает залезать на танк. Ну, мы тоже все залезаем на танк. Вам сколько телевидения не дают? Радио не дают? Тихо! Я защитываю гражданам России. На одном из танков, в символе милитаризованной империи, президент Ельцин зачитывает обращение, в котором объявляет путчистов вне закона, преступниками и требует возврата к Горбачеву. Сегодня он блокирован в форосе. Связь с ним в форосе. Связь с Риму мне не дают. Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию, потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Сколько бы ни было танков, все-таки армия против народа не пойдет. Не пойдет. Всем, кто шел на площадь, выдавали по куску железные арматуры. Меня просто потрясло, что бежали девушки на каблуках, они перепрыгивали загородку на своих шпильках и бежали освещать Белый дом. Накрапывал дождь. И люди сидели группками, горели костры. Это было достаточно живописной картиной. И кто-то еще сказал, что, наверное, пройдут годы, здесь снова все это построят, снова поставят баррикадры, разжгут костры, будут снимать художественный фильм о любви на фоне путча. Было ощущение, что да, все очень серьезно. Штурм, наверное, будет сегодня. Мне было очень страшно, потому что я думала, что сегодня мы точно все умрем. Я думала, что это будет что-то вроде площади Каньаньмэнь. Китая. 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 Я обещаю свою деятельность на посту президента СССР. Но Корбачев овел и объяснение к нашим citizensам о том, что действительно произошло во время он был в Крыме. После того, это было его государство который плотировал на 90 августа плачу, плачуя страну на бринк. И не единственная ошибка. 4 августа Корбачев уезжает в Форос. А уже 5 августа они собираются на объекте там, спецобъект КГБ там, Б-5 и начинают обсуждать подготовку чрезвычайного положения. Начинают формировать концепцию какими они людьми какими поступками и что предстоит сделать дальше и дальше, и дальше. С 5 августа по 18-е они эту работу вели готовили. Знал об этом Михаил Сергеевич? Конечно, знал. Понимал он последствия этого? Думаю, что нет. Потому что иногда такая существует как бы версия, что он им сказал ну попробуйте. И уехал. К нему приехали накануне ГКЧП, так сказать. Изложили ему идею ГКЧП. Мне рассказывали очевидцы, которые, так сказать, вот были на этой встрече. Он, как всегда, ни да, ни нет. А потом вроде как бы он не одобряет, но черт с вами, делайте как хотите. Был предложен президенту ультиматум передать свои полномочия вице-президенту. Я сказал, ну что вы завтра чрезвычайное положение объявите, ну что дальше? Что дальше? Вы хоть спрогнозируйте на день, день, два, три, на четыре шага. Что дальше? Понимаете, это не поведение генерального секретаря, у которого сосредоточено все, так сказать, это самое. Или он должен был дать команду их сразу всех арестовать, или сказать им твердо вы на конституцию посягаете. Вы государственные преступники. Вот поведение государственного деятеля руководителя страны, а не черт с вами делайте как тоже хотел. Куда там вывезет? Вот это сущность Горбачева. Он слаб. слабый государственный дед, никакой. Не так важно, что делал Горбачев. Важно, что Горбачев дал свободу. Григорий Явлинский. An economist and politician. Он реально ее дал. Что мы с ней сделали с этой свободой, это уже не его вопрос. Поэтому не его надо обвинять-то. Он из клепки выпустил, выпустил. Он, может, и сам действительно не хотел. Если бы он делал все как-то иначе, как теперь говорят задним числом, более осмысленно, более продуманно, так, может, у него бы ничего и не вышло. Он не дал свободу. Он попытался изменить систему таким образом, чтобы она была более устойчива, чтобы она была более жизнеспособна. Александр подробиняк, ахимон подробиняк, ахимон активист. И он предпринял все усилия для того, чтобы изменить эту систему с тем, чтобы власть оставалась в руках партии. У него ничего не получилось. У него просто не получилось. Сейчас он может рассказывать о том, что у него такие замыслы были, светлые. Ну, может быть, даже кто-то этому поверит. Но вот меня убедить в том, что он хотел для России, для страны демократии, свободы, прав человека, меня убедить в этом невозможно. Люди спрашивали, что Горбачевские реформы были больше о спасении Советского системы или демократии. Так что, реакционер с человеческим лицом или коммунист-идеалистом? Я являюсь убежденным, приверженцем социалистической идеи. Это идея, которая питается и многими очень важными достижениями христианства. Социализм. Христианство. Я слышал это от вас. Но alone называть себя социалистом не дает ничего. Социализм абсолютно хорошо как идея в свободной социальной социальной. Но с теми в 20-х сентября, я чувствую как дубль проверить как сенцер о христианстве христианстве в социализм. Не так ли, чтобы ожидать линию историческую фигуру? Наверное, в большинстве случаев. Но есть моменты в истории когда мы рассчитываем наши предыдущие в зависимости от их линии, даже если они ошибаются. Но это удивительно, что для меня тем более важным или более важным является, как счастливее ты был, как счастливее ты был, как счастливее ты был с мной, с тобой. А я сам. Я не могу Я никогда не могу ответить за это. Не могу. Я никогда не могу Подписывайся. Не надо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В твоем языке столько смысла без слов, Что мне вдруг так хочется петь. Я самый мечтатель из языков Хотел безразделя владеть. Проснувшись один в незнакомой стране, Я лишь бормочу, как в бреду. Ты неповторимая первой мне, Тебя уже не отдадут. Блажен тот, кто смог безнадежно любить, Но тот у чужвины в плену, Кому всех любимых пришлось пережить, Людей и родную страну. Пришлось пережить Людей и родную страну. В твоем языке столько искренних слов, Что мне бы не плакать опять, Но я захлебнулся на слове любовь, Таком беспощадным, как смерть. Но я захлебнулся на слове любовь, Таком беспощадным, как смерть. Я вернулся, что демократия Было compatible с нашим социализмом, Потому что люди выбрали, Когда у них есть выбор. Но они не были. Для меня, это было так трагичным, Что я не мог бы думать о том, Но я не мог бы остановиться о тебе, И все я уделил для меня. Я требовал тебе, чтобы понимать меня, И чтобы исправить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok